Итак, дорогие зрители, приветствуем вас в следующем уроке нашего курса, и он будет посвящен циклам. Всем привет! Сегодня на уроке мы разберем две темы. Первое. Что такое циклы? Какие бывают циклы? Как их создавать? Как их использовать? И зачем они нужны? И второе. Как в цикле работать с переменными и массивами? Итак, циклы. Для начала вспомните наш образ дороги, который мы вам донесли в прошлом уроке. Кто не помнит, обязательно пересмотрите еще раз и сделайте домашнее задание. Так вот, представьте дорога. Дорога – это программа, которую вы создаете. Где надо – асфальтируете, где надо – прокладываете рельсы, стакады, расставляете знаки, учитываете правила дорожного движения. Например, вы уже умеете делать развилку с помощью оператора ИВ. Если да, то едем направо, если нет – налево. Но часто этого недостаточно. Как и в реальной жизни, на реальных дорогах часто нужны круговые перекрестки с круговым движением. И циклы – это как раз способ в нашей программе создать аналог такого кругового перекрестка. Собственно, иногда бывает нужно в программе что-то делать, пока не выполнится какое-то условие. Или пока мы не переберем все объекты из какого-то массива, или пока что-то еще не произойдет. Так или иначе, это очень похоже на, например, когда вы купили в магазине, не знаю, десяток яиц, пришли домой и хотите их разложить по специальному отсеку в вашем холодильнике. Пять яйца. Да, снова они. Вы берете первое яйцо из вашей упаковки, смотрите его, не разбито ли оно, да, насколько оно там грязное, чистое, я не знаю, если вы можете, моете яйца перед тем, как положить их в холодильник. И, собственно, помещаете его в специальную ячейку. То же самое вы проделываете со всем набором яиц в лотке. Это, собственно, и делается в программах с помощью циклов. И давайте перейдем от слов к делу и на примерах покажем вам два наиболее распространенных и наиболее нужных в Ruby способа создания цикла. Итак, первый цикл, с которым мы познакомимся, это цикл While. Наиболее, наверное, универсальный цикл, аналогично есть в любом языке программирования. Зная только один этот цикл, можно, в принципе, больше другие циклы даже не знать и решить любые задачи, связанные с циклом. Цикл While очень похож на кооператор If. Внутри While мы проверяем условия, так же, как в операторе If. Если оно верно выполняется, то мы входим в цикл и выполняем операции, которые написаны внутри цикла. Как только это условие перестает выполняться, цикл заканчивается и программа идет дальше выполнять следующий за циклом написанной инструкции. То есть автомобиль съезжает с кругового перекрестка и едет дальше. Рассмотрим на примере. Давайте напишем детскую считалку. Программа, которая делает детскую считалку. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Да, для этого мы переменный каунт присвоим значение единицы. Напишем, пока каунт не больше пяти, делать следующее. Вывести это текущее значение на экран, потом увеличить его на единичку и немножко подождать. А в конце написать завершающую строку. Давай запустим, а потом объясним, что произошло. Откройте свою папку в консоли, где она у вас расположена. И запустим нашу программу, она называется CyclesRB. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Еще раз коротко. Конструкция while. После нее идет условие, так же как в операторе if. Если это условие выполняется, в данном случае переменный аккаунт, как только мы впервые входим в цикл, она равна единице. Единица это меньше или равно пяти. Значит, условие выполняется, и все, что стоит между do и end в цикле, начинает выполняться. Так же последовательно. Выводится каунт. С помощью вот этой конструкции переменная каунт увеличивается на единичку. Становится уже два. И наш автомобиль на перекрестке, прямо на круговом движении останавливается на полсекунды. Следующий шаг. Мы возвращаемся обратно в начало. И заново проверяем условия. Каунт теперь равен двум. Два это меньше, равно пяти. Условие верно. Мы опять пошли в содержимое, в тело цикла. И опять выполнили. Вывели новое значение, увеличили на единичку, заснули на полсекунды и так далее. Это повторяется, и на каждом шаге проверяются условия. И как только переменная каунт стала равна шести, с помощью вот таких вот приращений, условие этого цикла не выполнилось. И значит, он перестал выполнять вот эти инструкции и вернулся сразу к своему концу. И продолжил выполнять программу уже со строчки 8, 9 и так далее. А здесь у нас вывод строки, и все, программа закончилась. Повторите за нами, поэкспериментируйте, позадавайте другие значения, другие инструкции внутри цикла, и вы поймете, о чем идет речь. Пара важных нюансов. Во-первых, обратите внимание, что переменная каунт, которая используется в условии цикла, объявлена заранее, до цикла. Это важный момент. Потому что если вы, например, попробуете сделать вот так, попробуйте вот у себя, запустите, посмотрите, что будет, то у вас ничего не сработает. Потому что в условии цикла неизвестно, что это за переменная. Того, что мы в теле цикла, задаем ей какие-то значения, недостаточно. Поэтому заранее инициализируйте свои переменные до цикла. И по этому поводу есть отличный анекдот. Собственно, задачка. Буратино дали 2 яблока, а потом Буратино дали еще 3 яблока. Вопрос. Сколько яблок у Буратино? Ответ. Неизвестно. Потому что мы не знаем, сколько у него было до того, как ему дали 2. Мораль. Инициализируйте ваши переменные. Это еще не все. С циклами еще может быть одна засада. Сейчас Вадим проиллюстрирует. А что если условие цикла такое, что оно всегда будет выполняться? Например, вот такое. Например, каунт больше нуля. Чувствуете, да, уже, какая нас ждет засада? Мы можем вместе с вами постареть, посидеть и умереть, пока эта программа будет выполняться. Ну, во-первых, что делать, если вы нарвались на это? В консоли достаточно набрать комбинацию клавиш Ctrl-C. Ctrl-C. Это и в Windows, и в MacOS работает, и, насколько я знаю, даже в Linux. Это просто срочное принудительное прерывание любой программы, выполняемой в консоли. Но главное не это, а то, что всегда внимательно относитесь к условиям ваших циклов. Будь то цикл while или любой другой. Внимательно проверяйте все возможные значения этих условий, переменных, которые вы там используете. Если вы видите, что есть возможность так называемого слепого цикла, который будет вечно выполняться, избегайте ее любой ценой. Будьте с этим предельно осторожны. Дальше в следующих уроках, в примерах, уже в каких-то интересных программах, которые мы будем делать, мы затронем этот момент, просто пока имейте в виду. Итак, мы узнали основной цикл while, перейдем к другому виду цикла. Вообще в жизни в программах чаще всего циклы нужны только для того, чтобы пройтись по какому-либо массиву или массивам. То есть перебрать все элементы массивов и что-то с ними сделать. И чтобы упростить эту частую операцию, в Ruby, как и во многих языках, придуман специальный вид цикла. В Ruby такой цикл называется forIn. И сейчас давайте продемонстрируем его работу на примере какой-нибудь задачки. Например, задача. Написать программу, которая перекладывает яйца из одной корзины в другую, но выбирает только хорошие и отбрасывает биты. Давай напишем такую. Давай. Мы подготовили массив яиц. Собственно, нолики здесь это целые яйца, а все остальное это битые яйца. Мы делаем пустой массив. Куда будем складывать хорошие яйца? Да, goodEx и пишем еще одну переменную. А это именно счетчик разбитых. Пока у нас их нет. Сейчас наша задача пройтись по всем яйцам из массива eggs. Для этого мы пишем for, некое слово, in и eggs. Что мы написали? Эта конструкция означает, что вот этот второй параметр, переменная eggs, это тот массив, который нам нужно пройти. А первый элемент – это временная переменная. Мы можем использовать тут любое имя. Item, egg, что угодно. Главное, чтобы это имя не пересекалось ни с какой из наших переменок, которые мы объявляли до этого цикла. Ни brokenCount, ни goodEx, ничего подобного. Это временная переменная, которая будет создана только для того, чтобы мы внутри этого цикла, в теле между do и end, использовали ее, и она является текущим элементом из массива eggs. То есть цикл forIn за нас пройдет от первого до последнего элемента в массиве eggs, и к каждому элементу, на каждой итерации цикла, на каждом круге, будет присваиваться значение переменной item, который мы можем использовать уже внутри цикла. Ну и давай использовать. Нам нужно посмотреть разбитое ли яйцо. Если разбито, то увеличить счетчик разбитых яиц на один. Иначе положить это яйцо в лоток с хорошими яйцами. Ну и собственно все. Как только все элементы будут перебраны, программа выйдет из этого цикла, и дальше мы выведем на экран хорошие яйца, и сколько было. А давай предварительно выведем изначально мастерские яйца, чтобы наглядно выставить. Давай. Сохраняем, запускаем. И смотрим. Все достаточно понятно. Пробуйте сами, повторяйте за нами, пробуйте другие массивы. Поймите, как это работает на практике. Это достаточно понятная идея, и в принципе, помимо цикла for in и while, вам вряд ли что-то еще понадобится, какие-то другие виды циклов. Этого более чем достаточно. Так, пришло время подытожить все наши знания и применить в одной программе сразу два вида циклов. Программа будет называться «Кто такая Элис?». Если вы не знаете эту веселую песенку, то дослушайте видео до самого конца, и в конце вы поймете, о чем идет речь. Смысл программы в чем? Что должна делать программа? Она должна, во-первых, спросить у пользователя массив имен, то есть спросить несколько имен людей. И когда он ввел все имена, пройтись по этому массиву, вывести на экран приветствие, поздороваться с каждым из этих людей. Но если она встречает человека по имени Элис, она должна удивиться и задать несколько вопросов о том, кто же такая Элис. Вот и весь смысл программы. Ну и для начала мы зададим пустой массив имен и переменную, в которой мы будем записывать то, что ввел пользователь. Итак, первый наш цикл. Он выглядит вот так. Пока пользователь не ввел пустую строку, делаем следующее. Спрашиваем пользователя. Делаем то, что мы уже делали с вами однажды и не однажды в прошлых программах. Например, про игру Южная Бутова и других. Да, знакомая, в общем-то, всем должна быть эта конструкция. Мы переводим строку, которую ввел пользователь в BTF-8 и обрезаем лишние пробелы методом Чонка. Да. И вот теперь мы записываем в массив, как мы уже умеем, значение, которое ввел пользователь. И дальше. После этого у нас появится массив имен, который ввел пользователь, и мы по этому массиву пробегаемся. Делаем мы это с помощью второго цикла. For item in names do. И что же мы будем делать с каждым именем? По мотивам песенки мы будем писать, что этот человек с нами. Item. И ждать. Один. Чтобы это все прошло. Ну, выдержать некую паузу. Очень быстро. Да. И если вдруг мы встретили Элис, если этот человек, который нам попался, его зовут Элис, то самое время удивиться. Да. И спросить. Элис? Кто такая Элис? Да. Кто же имеет смысл выдержать паузу? И после этого по условию песенки мы должны прекратить дальнейший обход массива, потому что больше нам уже никто не интересен. И чтобы резко, внезапно выйти из массива в любом месте, есть специальная конструкция break. Она говорит Руби, вот в этом самом месте прекрати выполнять цикл, который ты выполняешь, и выйди из него, продолжи выполнение программы после этого цикла. Будьте осторожны с этой конструкцией и используйте ее только в особо важных случаях. Дальше вы поймете, когда ее можно использовать, когда нет. Пока просто запомните, что есть такая возможность. И после того, как мы увидим их циклы, мы продолжаем текст песенки. Да. И дальше классический текст песни. Сохраняем и запускаем. И ему нужно... Он ждет ввода имен. Да. Взять нужно указать нашу Элисс. Проверить, а что все работает. И давай после нее укажем прокла. И, опять же, закончим массив, мы вводим пустой строки, как мы написали в нашей программе. Все. Программа буквально поет. Примерно так. Для пущей красоты между последними тремя строчками тоже имело бы смысл сделать паузу. Но это мы вам предоставляем возможность сделать самим. Итак, сегодня был достаточно непростой урок. Если вы что-то не поняли, посмотрите еще раз. Главное, повторяйте за нами, не просто смотрите, а пробуйте делать сами. Тогда вы все усвоите до конца. Мы узнали, какие бывают циклы, while, for in, как с помощью цикла итерировать, перебирать, перебирать массив, как в цикле использовать переменные и написали веселую программу «Кто такая Элисс». Научились, например, вводить в цикле пользовательские данные с консоли. Ну, а в следующем уроке мы будем эти данные активно использовать и напишем интересную игру тест, который вы сможете порадовать своих друзей и, быть может, узнать о них что-то новое. Также к этому уроку доступно домашнее задание, которое предлагается выполнить, чтобы еще лучше закрепить эту тему, циклы, и, собственно, уже вы могли бы спокойно, свободно ей пользоваться. Еще раз напомню, что чем ответственнее и внимательнее вы проработаете все наши примеры, которые мы даем на видео и все задания, которые мы даем в материалах, все ссылки, тем легче, проще и веселее вам будет даваться каждый следующий урок. Стройте свои дороги, стройте их хорошо, не надо слишком мудрствовать, дальше будет веселее. Всем пока! С нами Вовка, с нами Водин, оттянуться всей компанией хотим, и гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись. С нами Аллах, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал, А пойдемте к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы в такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Красиво одевается, красиво говорит, и знает в совершенстве английский и еврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Юра, с нами Варит, они когда напьются, всегда поют на бит, а мы им аплодируем, но песни их равно. При Элис. Но им попробуют что-то возразить, мордой по асфальту у тебя начнут лазить. Да ну их всех! Давайте лучше махнем, Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы в такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит, и знает в совершенстве латинский алфавит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Шурик, с нами Сергей, он отличный парень, несмотря на то, что гей. Да и Боря с Колей тоже как-то странно одели. А то, что будет дальше, это просто труба. Это не любовь, это упор на борьба. Она удастся. Но это все потом. А сейчас? Давайте сижу, Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Ну а мы с такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит, и лечит паранойю, ОРЗ и простатит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. И все, кто с ним, говорят, что она просто к Элис.